Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире радиоприбой программа «Эксперт.Про». Самая актуальная информация из первых уст. Приветствую, друзья. Мы продолжаем цикл программы «Здоровье». В студии работаю я и Миссия Мирова. И сегодня гость программы, руководитель Центра лучевой диагностики, Караева Айшат Караевна. Здравствуйте. Добрый день. Айшат Караевна, вы обычно представляете ваших докторов. Давайте сегодня от традиций не будем отходить. Расскажите о себе. Ну, в принципе, уже, наверное, радиослушатели меня знают, потому что мы уже давно ведем цикл передач. И, в принципе, я участвую практически на всех передачах. Скажу так, я рентгенолог, 20-летним стажем работы. Также я являюсь главным врачом. Два года существует наш Центр лучевой диагностики. Также я ассистент кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии ДГМА. ДГМА у теперь. И еще я заведующая кабинетом МСКТ Республиканской клинической больницы. Но в данный момент я там в декретном отпуске. На самом деле, за 20 лет вашей практики немало людей, кто у вас побывал, получил грамотную консультацию, довольными ушли. А вот если вернуться в начало, почему именно это направление вы для себя определили? На самом деле, я собиралась стать проктологом. Об этом знал весь курс. И мне казалось, что весь институт тогда знает, что я хочу стать проктологом. Ну, волей судьбы совершенно случайно встретила хирурга, который сказал, что женщине будет тяжело быть хирургом, семья, дети, ночью пациентам плохо становится после операции. Зачем тебе в хирургию? И как-то вот я вмиг, послушав взрослого человека, опытного хирурга, решила, что, наверное, да, мне не стоит идти в хирургию. И я не определилась для себя, кем я буду. И как-то случайно совершенно зашла в Минздрав, посмотрела вакансии, которые висели в Минздраве. И так как я вообще с Хасавюртского района, я посмотрела, какие там вакансии были в Хасавюртском районе. И как-то вот смотрю, рентген, и мне пошли к главному врачу в Хасавюрте, Азаматов тогда был. И он говорит, если она хочет рентгенологом, то, пожалуйста, пишите заявление. Я написала, и вот совершенно случайно я стала рентгенологом. Но я на самом деле ему очень благодарна, потому что это оказалось в моей специальности. Я очень часто говорю, что рентгенологам, наверное, нужно родиться, потому что вот ты или видишь, или ты не видишь. Вот посмотрел снимок, вот сразу бросается в глаза патология. Или человек просто это не видит. Он может иметь огромный опыт, но он просто может, ну, не видеть патологию, никак ни глаз не научится, ни глаза с мозгом как будто вместе не работают, скажем так. Ну, это оказалось моей специальностью. Я на самом деле очень рада, что я попала в рентгенологию. И там оказалось очень много плюсов, что рабочий день до двух, после двух можно идти домой и заниматься семьей, детьми. Ну, в общем, судьба оказалась благосклонна ко мне. Ну, я думаю, что не только вы, Айшан Караевна, благодарны человеку, который так повлиял на вашу судьбу, на ваш выбор. Ну, наверное, сотни ваших довольных пациентов, которые… На самом деле я писала очень много снимков. Вот я как-то это грубо, конечно, посчитала, сколько я работала дней, сколько снимков в день описывала. И насчитала, что я за свою работу, как бы, да, описала 260 тысяч снимков КТ-МРТ. Не простых, как бы, классического рентгена, да, а именно КТ-МРТ. Поэтому это, конечно, большой плюс. Я сегодня с сестрой вспоминала, как я становилась врачом-МРТшником, скажем так, да. Это была большая работа в больнице. Я дежурила три раза в неделю. И я просто очень благодарна тем врачам-клиницистам, которые были в центральной больнице, с которым мне приходилось работать. Это Камал Торждиноч, знаменитый невролог. Потом там были нейрохирурги, отделение нейрохирургии разное. Они все, когда дежурили, я их всегда звала. Потому что они, на самом деле, видели больше снимков. Они делились просто вот всегда их вспоминаю, благодарю, что на моем пути попадались очень отзывчивые доктора, которые всегда делились своим опытом и помогали расти. Ну и, конечно, моя учеба бесконечная. Какой врач станет хорошим врачом без бесконечной учебы? Это не 6 лет институте, там и интернатура, и ординатура. Это, на самом деле, ежедневная учеба, ежедневный труд. И каждый день должен что-то новое читать для себя. На самом деле, врачам особенная благодарность именно за то, что они постоянно находятся в непрерывном процессе обучения. И в том числе команда Центра лучевой диагностики. Помимо лечения заболеваний, определения, диагностики, вы проводите очень много работы в плане просветительской работы. И можно начать уже уточнять. Но я думаю, по порядку. Давайте, на самом деле, обозначим, когда Центр лучевой диагностики открылся, какие были направления, и какие сегодня направления, и почему новые направления появились? По поводу просветительской работы скажу так, что я веду активную просветительскую работу в соцсетях. Хочу донести до людей важность своевременного обследования, потому что ранняя диагностика и ранее выявление патологических каких-то изменений в организме – это очень важно, это очень продлевает жизнь, и качество жизни самое важное. Нам ведь важно жить качественно, не болея, как бы, да, но если даже мы болеем, что это было достаточно на ранних стадиях, что мы вовремя поймали болезнь, ее лечили, и если даже не излечивается человек, ну, хотя бы он может спокойно вести какую-то свою жизнь, работать, заниматься семьей. Поэтому я все время в соцсетях призываю о том, чтобы люди проводили профилактические осмотры. Это на самом деле очень важно. В советские времена это все было хорошо поставлено. К сожалению, после развала СССР, эта вся работа, она вначале, как бы, вообще была распущена, да, но наше государство уже опять стало сильным, опять над этим всем работают, есть хорошие, целые, вот, на, ну, законам определенные сроки тех или иных заболеваний, диспансеризации. Ну, просто вопрос в том, что наше население, оно, ну, чуть малограмотно, скажем так, в этом отношении, хотя, конечно, это все сейчас растет, мы все замечаем, как бы, да, что... Ну, был информационный вакуум, был, оставили на рассмотрение самих пациентов, делать или не делать меры профилактики, а сейчас это все возобновляется. Да, возобновилось, и на самом деле очень много мер господдержки в плане лечения многих заболеваний, просто я призываю людей вовремя обращаться в поликлинику, проводить ту диспансеризацию, которую предлагают, потому что даже это, даже какая-то, может показаться малость, но она поможет избежать заболеваний в запущенных случаях, а это самое важное, потому что важно, чтобы не была инвалидизация населения, и население оставалось работоспособным долгие годы. И команда Центра лучевой диагностики, Айшат Караевна, она вот именно как амбассадоры старается на опережение идти, и все, что можно, в первую очередь, открывать в своем центре. Если определить сегодня какие направления, то давайте обозначим, Айшат Караевна. Вот мы открылись два года назад, так как я рентгенолог, конечно, это был Центр лучевой диагностики, даже мне сейчас говорят, ей надо поменять название, но так как это было основополагающим, наверное, мы его менять не будем. И остаются основополагающим. Маркетологи со мной прям вот все время бьются, говорят, надо менять, надо изменить, в общем, все. Я говорю, нет, мы же появились на рынке, скажем так, медицинских услуг, как Центр лучевой диагностики, наверное, мы это сохраним. Хочу сказать, что вначале у нас было два аппарата, КТ и МРТ, мы оказывали услуги именно в этой части, но так как к нам приходило большое количество пациентов онкологической направленности, неврологической направленности, мы потихоньку начали расширяться. И, естественно, у нас есть какие-то ключевые направления, в которых мы работаем, и в этих направлениях у нас очень сильные специалисты, я вот просто их тщательно очень подбираю, и мы стараемся их развивать прям вот по международным стандартам, скажем так. Мы уже проводили одну научно-практическую конференцию у нас на базе ЦЛД, сейчас у нас намечается, на сентябрь мы буквально сегодня это все уже обговаривали, конкретизировали, у нас будет конференция уже, первая конференция была направлена на мамологию, потому что мы установили у нас очень крутой, единственный на Северном Кавказе мамологический аппарат, мамограф цифровой, японский, очень классный мамограф Фуджи, и мы, как бы, презентуя его, делали нашу первую конференцию, там приезжали доктор наук с Москвы, который занимается мамологией. В общем, сейчас я хочу показать специалистам, как хорошо мы развиваются в плане гастроэнтерологии. На самом деле это очень интересная область, и область, где очень много разных пациентов, очень много страдающих гастроэнтерологическими заболеваниями. Многие пациенты ходят от врача к врачу, не всегда получая результат хороший. Ну, хочу сказать, что мои специалисты, они, вот мы, я все время с ними обсуждаю, как вы тоже, да, они прям вот внедряют все международные стандарты. Может быть, они не внедрены на уровне Российской Федерации, как бы, да, но они вот сегодня, они все хотят внедрить именно международные стандарты в плане обследования и лечения пациентов. Поэтому я просто горжусь, что у меня такая команда и эндоскопическая, и гастроэнтерологическая. И вот мы проведем конференцию по этой части. У нас будет тоже доктор наук приедет с Москвы. Будут наши доктора наук с Дагестаном. Это в каких числах, Айшат Краевна? Будет 9 сентября. Ну, дай бог, что все получилось. Я думаю, эта информация другим гастроэнтерологам тоже полезна. Да, конечно. Вообще конференция направлена для всех эндоскопистов и гастроэнтерологов. Я думаю, что они на самом деле будут рады увидеть и результаты нашей работы, и вообще, как мы внедряем современные стандарты в гастроэнтерологии именно на базе ЦЛД. Я знаю, что вы очень гордитесь своей командой. Постоянно говорите, они везде рассказывают. Но на самом деле за тот период, пока мы с вами общаемся в рамках этой программы, я тоже впечатлена составом команды. Краткие содержательные ответы специалиста на часто задаваемые вопросы от руководителя Центра лучевой диагностики Караевой Айшат Караевна. Эксперт ПРО на Радио Прибой Продолжаем рубрику интервью с докторами. И сегодня говорим с руководителем Центра лучевой диагностики Караевой Айшат Караевной. Да, Айшат Караевна, слышим, как вы гордитесь своей командой, как вы трепетно относитесь к составу команды. А вообще, по какому принципу приглашаете специалистов в свою дружную команду? Конечно, я их выбираю по профессиональным качествам, иначе никак, потому что наша главная цель – это помочь пациенту. Кто-то мне друг, кто-то мне просто коллега, но на работе мы все коллеги. И я дружбу не перемешиваю с работой, потому что чаще всего это, конечно, мешает. Но могу сказать сто процентов, что все они очень квалифицированные, такие высокоинтеллектуальные доктора. И при этом молодые, энергичные. Да, в плане, вот у меня прям, я не знаю, как это сказать, но я люблю очень молодых специалистов. Вот объясню сейчас, почему. Очень часто я знаю очень опытных, очень прекрасных взрослых докторов, почет им. Вообще, не хочу ничего плохого говорить, однозначно, потому что они наши учителя, они нас обучали многому. Ну, просто хочу сказать, что я процентов 80 сталкиваюсь, что они не хотят применять современные подходы в медицине. Инновационные технологии. Да, а медицина ведь, она движется вперед, она движется каждый день вперед, даже в плане, вот даже я могу сказать, что вот пока я два года работаю главным врачом, что я чуть-чуть все-таки отошла даже от МРТ. Даже меня это чуть коробит, что мне надо сейчас… В своем направлении. Да, развиваться все время. Ну, зато вы в многих направлениях параллельно развиваетесь. Да, я развиваюсь параллельно, но в своей углубице вот за эти два года, что новое появилось, не все я как бы применила, скажем так. Поэтому я люблю, когда специалисты молодые хотят развиваться, и я готова работать с такими специалистами, которые хотят внедрять именно современные тренды в медицине, скажем так. Поэтому я очень люблю молодых специалистов. Айшат Кырайан, а вот мы все направления озвучили, которые появились? Нет, мы вообще не озвучили. На самом деле у нас вот год, как мы развиваем новое направление, ключевое направление – это у нас неврология. Ну, помимо лучевой диагностики, в плане лучевой диагностики начали с КТ-МРТ, поставили цифровой рентген, кстати, с двойной энергией, то есть это значит низкая лучевая нагрузка. Многие же ведь боятся лучевой нагрузки. Хочу сказать, тут низкая лучевая нагрузка, аппарат новый, современный, прям вот, прям очень по современным стандартам, который работает. Потом маммограф, про который я уже говорила. Это у нас лучевая диагностика. На втором месте у нас неврология, так как она идет прям вот сопряженно, параллельно. Сопутствует тому же КТ-МРТ, потому что в МРТ процентов 70 – это нейрорадиология, то есть голова и весь позвоночник. Это то, что мы смотрим чаще всего на МРТ. Поэтому пациентов по этой части приходит достаточно много, им нужна помощь. И я хочу сказать, что у нас 7 неврологов в клинике. Каждый углубленно занимается вот каким-то направлением. Да, они у нас тут выступали, проходили. Они профессионалы общей неврологии и каждой в своей углубленной части. В плане неврологии для дообследования по неврологии у нас есть электронермиография и ЭГЭ. То, что нужно им. Также параллельно, получается, мы открыли центр лечения боли, потому что все-таки пациентов с болевым синдромом бывает очень много. Центр лечения боли, он включает в себя большой арсенал специалистов, начиная с невролог, кинезиолог, мануальный терапевт, иглорефлексотерапевт, физиотерапевт, травматолог-ортопед, клинический психолог-психотерапевт и нейрохирург. Боли прям обречены. Такой десант со всех сторон. Не один так другой, но доведет до ума этого пациента. Как бы мы найдем причину, исключим ее и облегчим эту боль. Может быть, исключим полностью. И также у нас есть Центр коррекции веса, который включает в себя эндокринолога, включает в себя диетолога, гастроэнтеролога и тоже клинического психолога. Вы прям прошлись по таким направлениям, которые на слуху, которые сегодня просто бич нашего современного общества. Ну, конечно, все создавалось по запросам, на что больше всего нас запрашивали. Это мы и развивали. Именно те пациенты, которые к нам попадали, нам хочется заниматься более на высоком, на более профессиональном уровне, на более углубленном уровне. Это все лечить. Поэтому мы вот так расширились. И одно из таких направлений у нас – это лор. У нас 5, получается, лоров в клинике, 2 лор-кабинета, эндоскопическое оборудование, есть сурдологическое оборудование, можно узнать, почему, что не так со слухом. Есть аудио, тимпанометрия, КСВП. В общем, полный спектр лор-обследования и лор-лечения стационарно тоже. У нас проводятся любые лор-операции в нашем стационаре. Это пациенты с аденоидами, с перегородками, в общем, проблемы с ушами. Гортань, глотка. Да, гортань и глотка – это чуть не совсем наша история. У нас также есть челюстно-лицевой хирург, который удаляет любые образования там около ушных слюно-желез или там подчелюстных. В общем, конструктивные. Получается, после вас мы слышим, мы глотаем. Да, да, видим, и мы очень красивые еще и здоровые. И еще хорошо говорим. А есть какие-то заболевания, которые присущи именно нашему региону, вот именно часто встречаются здесь у нас, в Дагестане? Или такого нет? Мы, в принципе, болеем так же, как и везде. Нет, конечно, есть какие-то эндемичные зоны, бывает во всем мире есть эндемичные зоны по каким-то определенным заболеваниям. Это в плане эндокринологии, зоб, который мы знаем, да, очень часто пациенты у нас обращаются с гипотириозом или узловым зобом. Хочу сказать, что у нас в клинике можно провести УЗИ, потом биопсию, если есть какие-то образования, там они классифицируются по ТИРАЦ, ТИРАЦ-3 выше там их пунктирует. У нас можно это все провести, и у нас также можно провести операции на щитовидную железу в нашей клинике. Цены доступные, качество на высоком уровне, палаты шикарные, люкс, так что можно никуда не ездить, можно обращаться, очень хорошие специалисты, которые все это проводят. Хотите амбулаторно, хотите стационарно? Не то, что хотите, если есть показания, амбулаторно пролечат, если уже это нужно коррегировать хирургически, то можно все это провести хирургически. Наша цель – оздоровить население. А вот для тех, у кого какие-то постковидные остаточные явления, для них… А вот реабилитации постковидной у нас нет. Да? Нет, это не про нас, потому что в принципе реабилитацией мы не занимаемся. Реабилитация – это очень обширный такой профиль. Там очень, в принципе, у нас в Дагестане есть достаточно много клиник, которые занимаются реабилитацией. Реабилитация – это не про нас. Ну, наверное, часто бывает такое, что пациенты обратились по какой-то безобидной причине, а в ходе обследования выясняется, что как вовремя он пришел в центр лучевой диагностики, и вот как вы говорите, да, вовремя поймал болезнь за хвост и… И максимально излечил. Максимально излечил. В силу нехватки времени, иногда из-за лени, не выясняя причины, зачастую мы просто заглушаем проявление болезни. А вот что может случиться, если вовремя болезни не лечить? Как раз об этом сегодня мы разговариваем с руководителем Центра лучевой диагностики Айшат Караевной. И вы говорили, Айшат Караевна, что в центре есть еще и школы, которые информационно сопровождают пациентов, то есть не диагноз, то, что ставят врачи, то есть это диагноз, но все поправимо. Да. Хочу сказать, что есть некоторые заболевания, которые являются как бы… их нужно уже принять, и это просто образ жизни человека. Всегда говорили, что сахарный диабет – это образ жизни, потому что уже пациент знает, что ему можно есть, что нельзя есть, какие бывают первые проявления там кетоацидоза или гипогликемической комы. Вот эти все проявления с пациентом, конечно, нужно говорить, ему это нужно об этом рассказывать, все время он должен слышать от других таких же пациентов может. Поэтому у нас есть школа диабета, проводит его наш диабетолог, наш эндокринолог Тукоева Аминат Магомедовна. И также мы планируем, ну, в общем, у нас есть в планах провести другие школы, и в плане вот то, что насчет боли в позвоночнике или там суставах, наши доктора проводят обучение ЛФК, лечебной физкультуре. Ну, это не то, чтобы такая школа, что они сидят там в зале и их обучают, а это больше такие индивидуальные занятия, когда их обучают правильным навыкам, как им правильно делать зарядку, как правильно какие-то упражнения, как правильно вставать, как правильно садиться при их заболеваниях. Обратите внимание, в центре лучевой диагностики врачи, доктора работают сразу в нескольких направлениях. Они и консультируют, они и обучают, они и лечат, и диагностируют. Сегодня у нас на эфире руководитель центра лучевой диагностики Айшат Караевна-Караева. В эфире радиоприбой программа «Эксперт.Про». Много ценного и полезного мы узнаем на наших эфирах, программы о здоровье. В студии по-прежнему работаю я и Миссия Мирова, и сегодня у нас на программе руководитель центра лучевой диагностики Айшат Караевна. Айшат Караевна, а можно чуть подробнее о направлениях гастроэнтерологии и хирургии в вашем центре? Да, конечно. По поводу гастроэнтерологии хочу сказать, что у нас в центре принимают три гастроэнтеролога, практически на постоянной основе. Один доктор у нас еще приезжает с Москвы, с клиники «Фомина». Многие знают, что эта клиника тоже основывается на доказательной базе, и у них очень высокие требования в плане качества оказываемой медицинской помощи. Я хочу сказать, что наш доктор, который приезжает оттуда, тоже, во-первых, сам очень щепетильный в работе, как бы, да, учитывает все нюансы пациентов. Но хочу сказать, что и те, которые у нас есть на приеме каждый день, они такие же великолепные специалисты. Активно они работают, ну, сотрудничают вместе между собой и очень активно сотрудничают с нашими эндоскопистами. У нас достаточно хорошая эндоскопическая служба, есть все виды гастроскопов, колоноскопы, тонкие, толстые, разные. Мы проводим биопсии, удаляем полипы, и хочу сказать, что один из наших аппаратов, которым мы очень гордимся, это аппарат эндоузи, эндосонография. То есть это аппарат, который объединяет в себе два аппарата вместе, то есть эндоскоп, который обычно мы знаем, как гастроскоп, скажем так. И там также бывает датчик УЗИ, датчик УЗИ с эластографией, с доплером, в общем, со всеми фишками, которые они обычно используют в работе УЗИ-специалисты. В общем, на этом аппарате у нас работает специалист, который 10 лет работал на эндоузи в Москве, достаточно большой, 13-й клинической больнице. В общем, вот такие у нас крутые направления и крутые специалисты, которые работают на нашем хорошем оборудовании. Экспертное оборудование, высокого качества. Вот доктор даже у нас проводит ЭУЗ-биопсию. Хочу сказать, что даже многие доктора не знают, что это такое. Первое, это биопсия при эндоскопографии, когда, к примеру, скажем так, что образование поджелудочной железы, они достаточно плохо видны на УЗИ на ранних стадиях. Они видны хорошо, когда уже чуть запущено все. При проведении эндоузи, если даже вот какая-то патология небольшая есть на УЗИ, и УЗИ-специалисты остается вопрос, эндоузи – это вот прям шикарный метод, когда человек глотает, как бы, получается, вот этих два шланга, ну, двойных, двойных, скажем так. И изнутри мы смотрим состояние поджелудочной железы. И при этом, когда мы находим какие-то опухоли, мы берем биопсию и смотрим уже морфологический диагноз, а это самое важное нынче в медицине, без морфологического диагноза. Все, что мы пишем, это все, скажем, вода. Определенно, потому что диагноз должен быть поставлен на клеточном уровне, а его всегда ставят морфологи. Угу. Поэтому вот наша вся служба, она подведена к тому, что мы могли дать морфологический диагноз, что в плане вот образования поджелудочной железы, да, и вообще в плане всей ЖКТ мы можем дать, вот мы довели эту работу, эту службу до вот такого уровня международного, скажем так. Да, на самом деле отрадно слышать про то, что все специалисты, они опираются на доказательную медицину, а хирургии мы еще хотели. Да, в плане хирургии у нас есть хирургический стационар на 12-й, в принципе, он не такой большой, и направлений, в которых мы там работаем, в принципе, тоже немного, но это то, чем мы хотим заниматься профессионально на хорошем уровне. Это вот лор-направление, лор-операции и хирургия, общая хирургия, когда пациенты приходят с диастазами, с грыжами, там, и дополнительно убираем лишние жировые наслоения, скажем так. Это все активно продвигается в нашем центре, поэтому всем, кому это надо, можете обращаться, вы получите на высоком уровне квалифицированную помощь хирургов и лор-врачей. Айшатка Райана, а вот ради техосмотра, периодически, когда ничего не болит, как часто вообще нужно специалистов посещать? Вообще, в плане многих заболеваний есть стандарты, как часто ходить к врачам, как часто обследоваться, это все учитывается при диспансеризации населения, но многие не хотят ходить в обычную поликлинику, готовы прийти в частные центры, потому что это комфортно, удобно записаться, когда удобно. Да, мы знаем, что многие люди ценят действительно свое время и хотят прийти под запись и все пройти. Для них мы применяем, для таких пациентов мы создали такие чекапы, максимально вбирающие из себя именно те изменения, которые могут появиться на ранней стадии при различных заболеваниях. Есть разные чекапы, там, как пациент должен выбрать чекап, если у него какая-то отягощенная наследственность, там, в плане желудочно-кишечного тракта, или там, у него в роду очень часто убирают от инсультов, инфарктов, как бы, вот это все учитывается, или там, от онкологического заболевания молочной железы. Для них есть у нас разные чекапы, ну, как бы, я сейчас озвучивать тут не буду, какие, но их очень много, да, их очень много, они очень выгодные для пациентов, там, скидка 20-25% ведет от первоначальной цены, как бы, да, если отдельно это все брать. Поэтому это очень удобные чекапы для пациентов, для раннего выявления различных заболеваний. А выбирают, там, в принципе, у нас есть консультант, который сидит, врач-консультант в регистраторе, он абсолютно бесплатно проконсультирует, подберет нужный для них чекап, чтобы они не тратили лишних денег, но при этом сэкономили свое время и деньги, сохранили свое здоровье. Когда пациент идет на прием к доктору, то находится в определенном стрессе. Мы верим, что программы с участием докторов Центра лучевой диагностики Айшат Караевой помогают аудитории снизить тревожность и понять, что все поправимо, и что усугубление болезней можно предотвратить только вовремя, обратившись к специалистам. Айшат Караевна, благодарю вас за это интервью. И вам спасибо за вопросы. Приходите к нам еще. В студии работала Эмисия Амирова. И, как всегда, желаю всем нам руководствоваться только мнением экспертов. Ждем на следующих эфирах. Спасибо. В эфире радиоприбой программа Эксперт.Про.